Когда будет темно, кури не так ярко, что хлеба не увидели. Юрист с водоканала. Прокурор мне запрещал стоять, снимать 129-я статья Конституции. Ну, прокурор ушел, а криминальная справа осталась оттуда. Делайте свои комментарии, господа. У нас еще есть сегодняшний день, Батька и Шилы. А я нынешний. Мы знаем, что у вас здесь прострелится, вы можете на тракторе проехать. Да, с ковшом. С ковшом, да. Кто что бачит? Никто ничего не бачит, кроме криминальной справы, которую они бросили и ушли. Поскори, что только что было? Прокурор и юрист Городоканала. Вот они бросили криминальную справу. Гляньте. Криминальная права. А вот почему хвала лежит? Нема справа, нема дела. Там папка, там мусор один лежит. Там же папка, там мусор, там нет. А это прокурор, все тут бросили. Какие ему наказания за это? Скажите. Ну так он же бросил, сказал, дивися все сами. А перед этим он устроил скандал. Может у кого живот с хрупы. Так надо же было забраться все дело. Вон у него есть сумка. Что он сделал? Только что. Так же и с Русланом. Они спровоцировали. Они пришли, не зачитали. Ничего им. Ухвалу суда и сразу на него накинули. А я же не знаю, что он зашел с какой-то бумажкой. Я же на видеобай. Он зашел, сразу на тебя, они напали. Они уже, они... Что, что-то в чистой листовке. Так ухвалу на суда, чтобы вы понимали, строго. Там нет ни от имени Украины. Не написано, кто должен ее выполнять. Как должна выполняться? А она не должна была от имени Украины. Это ухвал у местного значения, будем так говорить. А согласно КУПА, она должна была сделать предупреждение. Потом сделать второе. А если не подчиняется, значит в рамках КУПА должна была сквастить админ правопорушения и рассмотреть тем самым складом суда. Услан Борисович, я хочу обратить внимание, Дима вчера правильно сказал, 18-го числа была датирована то, что они давали с апелляцией. Готовились они уже до этого. Сейчас, все. Вырастуешь. Услан, Услан, а ну скажи что-нибудь. Спокол, спасибо вам. Смотрите, идет чувство меры, сейчас идет 20-й год, это год крысы. Сейчас в этот год крысы, как раз все станет на свои места. Вот видите, в конце года все будет по своим местам. Почему? Потому что тут погибает. Железный, железный сейчас идет век, уже идет много, будет пролито, но зато будет выровнено. Почему? Потому что мерность чувствуется. Так, ну вот сейчас завершили, потому что до 14-й годы не перерыва, перекладача не мает. Но уже без наручников. Что-то начали кому-то, кто-то что-то доверять. Это сколько выделено грошей, наших, каждый день. А зарплаты у них, наверное, как... У нас город шахтеров и металлургов, подивите. Смотрите, сколько машин поприезжало. Сейчас, гляньте, гляньте, что творится, это сколько транспорта на одного человека. Вот все, гляньте, что делается, это суд. Светлана Городской. Гляньте, закон про стандартизацию метровой, и там написано. Ну, это половина выехала уже отсюда. Да, наверное, а дочерний же поехал уже.